Меня зовут Карина Шабуневич. Я практикующий архитектор-дизайнер. Я училась в Национальном авиационном университете на факультете архитектуры и дизайна. После того, как я получила гран-при в одном из международных конкурсов, мне удалось уже стажироваться в Милане. На данный момент я обучаюсь параллельно через интернет в Гарвардской высшей школе дизайна. Сегодня мы с вами… Так, мои презентации пока не видно. Да, вот, уже начало. Здесь вы можете увидеть мои контакты, мой сайт и ссылку на мой инстаграм, где я делюсь разной полезной информацией о дизайне интерьера. Сегодня мы будем с вами говорить о приемах проектирования малогабаритных квартир. Я перейду к следующему слайду. Вот. Жизнь современного человека в динамичном мегаполисе полна разнообразных контрастов. Очень хорошо, когда вы имеете жилье в пределах 100 квадратных метров с видом на озеро Кома, либо же с видом на храм Христа Спасителя. Но реальность такова, что цены на недвижимость в мегаполисе очень высоки, а местами даже заоблачны. Поэтому сегодня мы с вами поговорим про проектирование малогабаритных квартир. Но речь пойдет даже не про 40-50 квадратных метров. Сегодня мы будем говорить о малогабаритном жилье площадью 18-35 квадратных метров. Вы можете смело задать вопрос, а что же заставляет современного человека покупать такое маленькое жилье? Здесь есть две причины. Первая причина экономическая. То, о чем мы уже с вами говорили, да, что цены на недвижимость в Москве космически высоки, а свое жилье все-таки хочется иметь. И с чего-то нужно начинать. Поэтому современный человек, молодой человек, да, идет на то, что покупает квартиру, вот первую свою квартиру небольшой площадью, в среднем там 20-25 квадратных метров. Вторая причина, это уже инвестиционная причина, да. Тут есть два аспекта. Первый аспект. Когда человек вкладывается в такую недвижимость на этапе котлована, когда дом достроили, он успешно продает квартиру и получает свой определенный зазор. Вторая, более интересная причина, когда это инвестпроект. Что такое инвестпроект? Когда люди покупают небольшие маленькие студии, да, там 16 метров, 18, 20, ну, кто сколько может купить, да. И после чего по результату ремонта начинает сдавать такое небольшое жилье. Это весьма выгодная инвестиция и хороший бизнес-проект. Поэтому такие квартиры с точки зрения бизнеса пользуются сегодня огромной популярностью. С каждым годом все больше и больше московских жилых комплексов как раз запускает вот такие малогабаритные квартиры. Очень часто также ко мне обращаются мои клиенты, да, с просьбой придумать интересный эргономичный дизайн вот именно таких маленьких квартир, чтобы человек, который там будет проживать, мог себя чувствовать комфортно и полноценно, чтобы он имел все необходимые зоны для нормальной человеческой жизни. Потому что на самом деле все мы прекрасно понимаем, да, что такое 20 квадратных метров. Учитывая, что Россия большая страна, мы привыкли к большим просторам. 20 квадратных метров, ну, у кого-то гостиная 20 квадратных метров, а тут в 20 квадратных метров нужно вместить спальню, гостиную, санузел и системы хранения. Поэтому сейчас мы перейдем непосредственно к самим приемам, да. Я вам расскажу, как же организовать вот комфортное маленькое пространство. Функциональное зонирование — это отправная точка при проектировании малогабаритных квартир. На фото вы можете увидеть как раз мой проект, который мы уже успешно реализовали с моими заказчиками. И они очень благодарны и уже живут здесь более года. Сейчас я вкратце расскажу, что мы здесь видим. Мы видим здесь спальную зону, которую мы спрятали в нишу, да. То есть людям не нужно каждый день раскладывать диван, подушки. Они могут прийти домой и полноценно лечь спать. Далее у нас здесь поместилась гостиная. Там мы видим в зоне лоджии кабинет. И на переднем плане у нас столовая зона. Чуть-чуть не вместилась кухня, но мы перейдем к ней дальше. Тут мы видим прекрасный прием в виде стеклянной перегородки. А в зоне спальни мы видим перегородку в виде клееного бруса. На данном слайде вот как раз примеры планировок малогабаритных квартир. Я не буду переключать, чтобы все успели сфотографировать. И здесь также указаны площади. 23 квадратных метра, 22, 35, а здесь вообще 18. Это жилой комплекс Тетрис. Мы можем здесь наблюдать, как прекрасно организовано пространство. Вот в такие маленькие площади вполне реально вписать все то необходимое, что нужно человеку. Потому что в динамичном современном мире человек целый день находится на работе, в дороге, в пробках. Приходит он домой лишь только поспать. Поэтому все для того, чтобы нормально, комфортно функционировать, здесь все это есть. С вашего позволения я перейду к следующему слайду и буду более подробно рассказывать о приемах. Использование облегченных конструкций. Это то, чего я уже коснулась в предыдущем слайде, когда показывала свой проект. Там у меня как раз присутствовал данный прием. Потому что в малогабаритной квартире нам дорог каждый сантиметр. И нет смысла возводить широкие и толстые стены, которые только будут съедать наше полезное пространство. Поэтому мой совет. Используйте легкие конструкции. Это могут быть разнообразные стеклянные перегородки. Это могут быть статичные перегородки, которые вы видели у меня в проекте. Это могут быть динамичные перегородки. Что я имею в виду? Это раздвижные стеклянные конструкции. Сейчас на рынке их огромное количество и вариантов очень много. Поэтому вы можете просто трансформировать даже свое пространство с помощью таких стеклянных конструкций. Также, если у вас нет возможности поставить стеклянные перегородки, вы можете использовать статичные ширмы. Ширму поставили, уже отделили свое пространство. И можно использовать классный вариант. Это клееный брус. То, что было у меня на проекте. Клееный брус, он легкий, он современный, он экологичный. И в то же время он не съедает ваше пространство и не делает ваше пространство тяжелым. Вот здесь можно более подробно посмотреть на проект. Вот мой, который мы успешно реализовали. Здесь на переднем плане как раз видна эта стеклянная перегородка. Она у нас в таком английском стиле выполнена. И в ней, вот обратите внимание, стекла с фацетом. Вживую это выглядит очень красиво. Потому что фацет даже так слегка переливается на солнце. И придает интерьеру необыкновенные ощущения. Тут мы можем более подробно посмотреть само зонирование. Как я уже говорила, зонирование отправная точка. Перед тем, как начать проектировать малогабаритную квартиру, нужно понять и выяснить все ваши функции и все ваши потребности, которые вы ожидаете от своей квартиры. У нас здесь успешно разместилась одна линейная кухня, столовая зона, гостиная. Здесь у нас спальня. Вот как раз фрагмент клееного бруса. А там у нас зона кабинета. Что? Запахи. Ну, смотрите, тут такой нюанс. Нужно ставить хорошую вытяжку. Потому что только она вас спасет в данной ситуации. В таком малогабаритном жилье мы просто физически не можем себе позволить отделять кухню обычными стенами. И еще нюанс. Здесь одно окно. Вот вы представляете? Одно окно и очень вытянутая квартира. Кухня без окна. Это очень грустно, честно говоря. Поэтому вот хотелось кухню отделить. Не хотелось, чтобы люди обедали прямо около дивана. Поэтому мы и возвели здесь стеклянную перегородку, чтобы было очень успешным, хорошим решением. Можно закрыть, но тут уже бюджет не позволял. Возводить еще дополнительную стеклянную перегородку, делать в ней двери. Ну, вы понимаете, что у каждого человека свой бюджет, свои возможности. Их это не смущало. Они особо не готовят. Рыбу никто по вечерам не жарит. Два человека, детей нет. Поэтому целый день на работе. Их вполне устраивало такое решение. И они остались очень довольны. Организация спального места. Статичное спальное место – это весьма габаритная вещь. Еще раз, как мы уже с вами успели выяснить, не каждый человек сегодня уже может позволить себе спальню площадью 20 квадратных метров. Большие спальни уже давно никому не нужны, потому что, как мы выяснили, современный динамичный москвич проводит все свое время в пробках, на работе и в прочих разъездах. Поэтому спать нам некогда. Поэтому большая спальня уже не имеет никакой необходимости. Мой совет – организовывайте кровать в нише, и у вас может освободиться место даже под диван и гостиную зону. Что мы и наблюдали в моем проекте. Я его взяла как за основу. У нас спальня спряталась в нише около окошка, и у нас организовалась гостиная зона. Напротив дивана можно было бы повесить телевизор, но мои клиенты его не смотрят, поэтому телевизора там нет, но теоретически он мог бы там быть. Вот прекрасный пример как раз такой организации, тоже кровати в нише. Обратите внимание, да, за текстильной шторкой у нас организовалась спальня на подиуме. Подиум я сейчас покажу, как он может трансформироваться. Образовалась гостиная, телевизор и барная стойка, которая не только выполняет свое прямое назначение, за ней мы можем обедать, она еще прекрасно зонирует пространство, отделяет визуально кухню от гостиной зоны. То есть это такая вертикальная доминанта, так называется, в интерьере такой прием. А вот как раз данный слайд иллюстрирует функцию данного подиума. Вот как раз для малогабаритных квартир, я считаю, это потрясающий прием, когда у вас спальня выделена, она спрятана в нише, подиум как раз зонирует данное пространство, и он трансформируется. То есть в данном подиуме вы можете прятать постельное белье, как здесь показано, остальные свои личные вещи. То есть это потрясающая система хранения. По поводу материала обратите внимание, что все весьма экологично, все весьма просто и все очень бюджетно. Поэтому очень классный прием. Советую всем, кто планирует обзавестись малогабаритным жильем, запомните данный прием, замечательный, сама им все время пользуюсь при проектировании. Вот подиумы. Мы уже немножко успели затронуть с вами эту тему. То, что я уже сказала, что это замечательная система хранения. Также в подиуме могут быть ступени. То есть может быть одноярусный подиум, а может быть подиум в несколько ярусов. В таком случае вы можете сделать ступени также выдвижными, и у вас появится еще больше места для хранения ваших вещей. Вот также пример подиума. Вот он тоже как раз зонирует пространство, на котором образовалась рабочая зона для двоих человек, и образовалась спальня. Спальня также еще зонируется с помощью вот таких систем раздвижных шкафчиков. Здесь более подробно можно рассмотреть, как выглядит подиум. Здесь поместилась двухспальная кровать. За кроватью мы имеем гостиную зону, столовую зону, кухню, и вдалеке у нас виднеется санузел и прихожая. Хочу обратить ваше внимание, что это все проекты российских архитекторов. То есть я считаю, что очень все достойно выглядит по-европейски, и все это очень практично. Поэтому меня даже берет гордость, что наши архитекторы могут создавать такие комфортные пространства, потому что 100 квадратов может создать фактически любой уважаемый архитектор. А когда вам приходит заказ на 25 квадратов, ну это уже прям вызов. Такой профессиональный вызов к дизайнеру. Мебель-трансформер. Думаю, что уже многие видели всевозможные превращения, когда шкаф превращается в кровать или шкаф превращается в кухню. Я думаю, что в интернете такая информация постоянно мелькает в тематических пабликах. Тем не менее, это очень хороший прием, когда у вас ограниченное пространство, а хочется свободы, хочется воздуха, хочется нормально функционировать, ходить в данной квартире. Сейчас я покажу, как можно решить данный вопрос. Что мы видим на данной картинке? Мы здесь видим рабочую зону, мы здесь видим на первый взгляд шкаф. Оп. И это уже не шкаф, а это уже полноценная кровать, полноценное спальное место. Вот так примерно выглядит. Ну это один из многочисленных примеров мебели-трансформера. Что я хочу сказать по поводу мебели-трансформера? Это очень классное решение, но я хочу подготовить некоторых из вас, что весьма дорогостоящие. Поэтому очень, ну весьма редко мы используем такие приемы, потому что это все-таки стоит денег. Очень часто мне говорят, вот почему ты мне не предлагаешь мебель-трансформер. Ну мы всегда работаем с бюджетом, который нам закладывает клиент, поэтому мебель-трансформер, казалось бы, всегда весьма дорогостоящие удовольствия. Но если рассматривать практику европейских коллег, вот мебель-трансформер, это больше характерно для них, потому что европейцы априори, у них у всех маленькое жилье, и у них уже этот процесс налажен. Так, правильный подход к организации систем хранения. Частично я уже затронула подиумы, выдвижные ступени и пространство под кроватью. В таком случае тут могут прийти на помощь даже старые добрые антресоли, которые мы еще помним с советских времен. Но сегодня я бы предлагала современный дизайнерский подход к данному вопросу. Также вам хочу рассказать тоже такую вот идею, как использование подлестничного пространства. То есть если у нас в малогабаритном жилье присутствует лестница, нужно максимально выжать с этой лестницы, чтобы каждая ступенька у нас выдвигалась, и чтобы пространство, которое находится под ней, также было задействовано под систему хранения. Вот прекрасный проект. Это голландский проект голландских архитекторов. Что мы здесь видим? Мы видим кухню, мы видим полноценную столовую зону, и мы видим второй этаж. Все поняли, что у нас находится на втором этаже? Спальня. Правильно мне подсказывают из зала. Здесь находится спальня. И вот как раз здесь присутствует лестница, про которую я только что говорила. Не знаю, открываются ящики здесь или нет, но пространство под лестницей использовано очень грамотно, потому что здесь как раз и присутствуют системы хранения. Здесь каждый ящик открывается. С этой стороны открывается также ящик, и в нем даже прячется велосипед. Физически я не могла все слайды данного проекта поместить в свою презентацию, потому что иначе мы с вами очень долго здесь общались. Но система хранения в данном проекте продумана просто гениально. И высота помещения 3,8. Но мы сейчас обсудим вот такие квартиры, которые позволяют нам подниматься в высоту. Вот более развернутый ракурс. Мы видим вот девушку, которая выходит из спальной зоны. Видим, что у нас еще даже образовалась гостиная и рабочее место. Вот в одной из таких систем. Замечательный проект. Вот даже в интернете можно найти видео, как там все открывается, закрывается, что, где прячется, в каком ящике. Ну вот на самом деле он такой простой, лаконичный, да, скандинавский, но один из моих любимых, потому что функционал здесь продуман просто на высшем уровне. Я думаю, что все уже посмотрели данный слайд, и я переключусь, посмотрю, что у нас здесь есть еще. Это возвращаясь к теме систем хранения. Обратите внимание на подиум, который у нас также образовался около окна. Здесь мы видим выдвижные ящики, здесь мы видим открытые полки для библиотеки, потому что в малогабаритных квартирах часто возникает вопрос, куда же прятать библиотеку, потому что современный динамичный москвич, он читает книги, и они у него есть. И это нужно куда-то складывать в малогабаритной квартире. Книжный шкаф не поставишь, а вот такие прекрасные ниши в подиуме в самый раз. Обратите внимание также на вот этот нюанс. Около кровати уже закрытые системы хранения. Наверняка там можно хранить постельное белье и прочие вещи. И здесь мы наблюдаем рабочую зону. Мне кажется, что проект подходит больше, наверное, творческому человеку, архитектору, дизайнеру. Возведение второго этажа. Вот меня зритель как раз спросила, какая же высота потолков в том проекте, который я вам показала. Если вам наследство досталось Сталинка или же вы купили новостройку с высокими потолками, сейчас также многие застройщики проектируют квартиры с высокими потолками. Ну, не подумайте, что я там рекламирую. Просто советую, на что можно обратить внимание. Компания Urban Group, у нее есть несколько жилых комплексов, где есть малогабаритные квартиры площадью 20 квадратных метров, 20 с копейками. И у них как раз есть квартиры с высотой потолков 3,6. Это весьма приличная высота. И там также присутствуют панорамные окна, что максимально освещает ваше пространство. Когда у вас появилась такая возможность, что вы можете работать с пространством с высокими потолками, я считаю, что это большая удача. Потому что можно смело возводить второй уровень. И сейчас я вам визуально также это продемонстрирую. Вот прекрасный проект. Также нашего российского дизайнера. Посмотрите, как здесь правильно организовано пространство. И вот как раз присутствует второй уровень, о котором я только что говорила. Площадь данного проекта 24 квадратных метра. Но визуально это даже не смотрится, как 24 квадратных метра. Какой здесь использован прием? Что мы видим? Организацию гостиной зоны. Кухня у нас очень логично и правильно спряталась под спальной зоной, потому что там не нужна очень большая высота. Мы имеем лестницу. Здесь архитектор посчитала нужным сделать очень такую облегченную конструкцию. И пространство лестницы она никак не задействовала. Но это опять же на усмотрение архитектора, на усмотрение ее клиента. Мы сейчас не будем анализировать, как можно было бы обыграть эту лестницу. Я уже говорила про мой любимый прием, когда лестница максимально функционирует. И у нас образовался второй этаж. Я точно не могу сказать, может ли человек пройти здесь в полный рост на втором этаже. Но здесь все организовано по принципу двухъярусной кровати. Человек поднялся по лестнице, у него комфортное спальное место, у него намек даже на гардероб и образовалось рабочее место. Поэтому, когда вы располагаете высотой, прям однозначно рекомендую делать конструкцию и подниматься на второй уровень. Также вот слайды с данного проекта. Тут мы видим еще огромное достоинство. Это, кстати, это сталинка и есть. Два окна, которые очень хорошо освещают сам интерьер, что дало возможность даже задействовать темные цвета. Обычно среднестатистический заказчик боится темных стен и темных цветов. Тем более в таком маленьком пространстве. Но это очень смелое решение. Но обратите внимание, если вы хотите сделать подобный интерьер, вот с темными такими аристократическими стенами, у вас должно быть хорошее освещение. Хорошее освещение и светлая подоснова, то бишь светлый пол. В таком случае ваш интерьер будет смотреться выигрышно, и он не будет на вас давить. Потому что есть такое убеждение, что если мы хотим расширить пространство, мы должны использовать светлые цвета. Отчасти это верно, но здесь как раз весь прием отображается в напольном покрытии в его цвете. Вот мне удалось раздобыть чертежи данного проекта. И обратите внимание как раз на планировочное решение. Здесь представлен первый этаж. Вот он, да? И представлен второй этаж, где мы уже можем видеть, как организовано спальное место, как организован гардероб и рабочее место. То есть что мы имеем? В принципе, все планировки таких малогабаритных пространств, они плюс-минус весьма идентичны. Входная зона, санузел. К санузлу у нас привязана кухня и дальше пошла гостиная. И второй чертеж – организация лестницы, подиума и самого спального места. Все довольно просто, все довольно лаконично. Но, как говорят, все гениально просто. Это как раз тот случай. Все сделали фото. На этом я закончу свое выступление. Если у кого-то появились какие-то дополнительные вопросы по поводу организации малогабаритных квартир, и не только малогабаритных квартир, вы можете задавать мне вопросы. Все записали контакты? Спасибо большое за внимание. Очень приятно было перед вами выступать. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...